Выбор своей профессии Николай Шелегин объясняет просто. Родился в семье учителей, всё детство провёл в школе. Мама и папа Николая Николаевича работали в Сузунском районе. Часто маленького Колю было не с кем оставить дома, поэтому приходилось брать его с собой. Я приходил в школу маленький. Мне давали возможность там побыть где-нибудь в кладовке, вместе посидеть со скелетами. Мне очень нравилось там с какими-то физическими приборами. Потом просто-напросто иногда засыпал в библиотеке, просто-напросто как ребёнок всякий. Там же на работе родителей у Николая появилась тяга к истории. Получилось это внезапно, после прочтения старой книги. Когда я был совсем маленьким, вот в школьной библиотеке меня принимало, я видел книжку, огромную по тем временам мне казалась книжка «Слово о полку Игореве». Я с трудом ещё мог читать, и вот то, что там было написано, меня просто-напросто привлекало. Потрясающие иллюстрации были. Вот сама графика написания, вот такой стилизация старославянского, меня просто это захватило. Казалось бы, выбор профессии очевиден, однако Николай Николаевич и не думал становиться учителем. Он мечтал стать бакенщиком. Представьте себе огромная река Опь, и по ней ходили пароходы, это было очень романтично, красиво. И для того, чтобы обеспечивать безопасность движения, на отмеле везде ставили бакены. Это такие светотехнические сооружения, которые показывали направление фарватера, то есть наиболее глубокое. И вот бакенщики ходили, они в такой полувоенной форме, у них были деревянные красные лодки, они на них плавали, ставили вот эти вот бакены, это было так красиво и романтично. А потом фотоэлементы, когда появились, профессия просто-напросто не стала ненужной. Стали все делать автоматы, бакенщики ушли в прошлое. Николай Николаевич отслужил в армии, окончил педагогический институт, пошел по стопам родителей, стал преподавать историю. Свой трудовой путь начинал в 14-й школе. Через пару лет его перевели в 11-ю. 11-я школа, по сути дела, это почти такой, знаете, монолит в моей профессиональной деятельности, становление как учителя, обретение связей, знакомых, тех учителей, которые действительно легенды эскетимского образования были. Сейчас Николай Шелегин работает учителем ОБЖ во второй школе и руководит одним из лучших школьных музеев. Шутя, учитель называет его машиной времени. О своей профессии Николай Николаевич говорит с горящими глазами. За годы работы он воспитал несколько поколений учеников. Многие из них сильно изменились, но он все равно их узнает. По глазам. В лицо почти всех узнает. Хотя, например, узнать девушку, которая у тебя училась в 71-м году, у нее было и глаза только нельзя подкрасить. Говорю, подкрасить можно, глаза остаются. Прическа меняется, форма меняется. А вот глаза остаются. Всегда приятно встречать своих выпускников, говорит Николай Николаевич. Особенно тех, что были первыми. Сразу вспоминаются молодые годы, первые уроки, первые ошибки, первые достижения. Я вот совсем недавно подхожу к одной цветущей совершенно молодой женщине. Она говорит, вот я на пенсию уже соберусь. Я говорю, Оля, да как же на пенсию-то? Там у меня по совокупности всяких разных дел, я уже пенсионер. Ученики Николая Николаевича уважают. Им нравится слушать его рассказы. Он способен вызвать интерес к своему предмету практически у любого. Коллеги тоже ценят его. Называют Николая Шелегина талисманом школы, верным товарищем и наставником. Говорят, он не только отличный учитель, но и добрый человек. Для меня Николай Николаевич, кстати, является эталоном мужчины. Всегда галантный, всегда сделает комплименты, всегда похвалит, всегда найдет какие-то небольшие, непримечательные вещи, которые он оценит, которые он заметит. Николай Шелегин имеет немало достижений и наград, в том числе почетное звание – отличник народного просвещения.